Приветствую тебя, уважаемый зритель! Сегодня у нас будет нетипичный, но очень интересный выпуск, посвященный горам Кавказа. Многие хотят здесь побывать, проехаться вглубь этих удивительных гор. И сегодня мы именно это и сделаем. Сперва хочу сказать, что выпуск записывался в середине августа 2021 года, потому и погода на открытом воздухе стоит солнечная, жаркая, почти 30 градусов тепла. Наш маршрут сегодня будет очень живописным, красивым, и он реально покорит ваши сердца, если вы будете смотреть его до конца. Отправная точка нашего маршрута – это автовокзал в городе Нальчик, Кабардино-Балкарская республика. Мы проедем на маршрутном такси примерно 120 км по горной дороге в сторону самой высокой горы в Европе – стратовулкану Эльбрус. Через город Баксан, пригород Нальчика, стоящий на одноименной горной реке Баксан и с высоты почти 500 метров над уровнем моря, мы отправляемся в сторону нашей конечной точки – поселку Терскол и поляне Азау. Эти поселки сами находятся на высоте 2350 метров над уровнем моря, а вид, который открывается из окна на округу – это уже пики с вечной мерзлотой на вершинах. Вначале это будут невысокие горы, примерно 1500 метров у ближайшего к нам села Женхатяко. Но потом по маршруту начнут открываться величественные горы у города Тернеаус, где их высота будет составлять 2700 метров над уровнем моря. И далее по нарастающей. Например, наш маршрут будет проходить через село Верхний Баксан, там горы летом стоят со снежными шапками, а их высота – от 3800 метров до 4300 метров над уровнем моря. Это действительно впечатляющая картина. Затем будут такие села, как Эльбрус, Терскол и поляна Азау. И вот здесь-то горы уже действительно самые высокие на Кавказе, многие виды, к сожалению, будут перекрываться горами, стоящими ближе к трассе, но за ними будут возвышаться пики около 4500 метров. Жаль, что сам Эльбрус будет спрятан за горами, чье подножье мы увидим. Но чтобы вы понимали, диаметр Эльбрус более 18 километров по кругу. И надо понимать, что просто так его охватить с обычной дороги, идущей вдоль гигантских гор, не получится. Ну а тем временем мы уже отъехали от северного вокзала Нальчика и едем прямо на юго-запад, врезаясь в гущу Кавказских гор и набирая высоту. Итак, мы едем живописной дорогой по Баксанскому ущелью в Кабардино-Балкарии. Это в самом деле одна из самых красивых дорог России, которые я видел и по которой я ездил. Данная дорога идет от федеральной трассы Кавказ от поселка Баксан, прямо к подножию самой высокой горы России и Европы, к вулкану Эльбрус. Название у этой трассы – федеральная дорога А-158. Протяженность этого участка около 80 километров. 80 километров самого длинного и самого красивого ущелья Кабардино-Балкарии. 80 километров горных пейзажей, десятки мостов через горные реки, узкие теснины, камнепады, отвесные скалы, спуски и наборы высоты. Дорога, достаточно оживленная, проходит через несколько крупных и несколько мелких поселений. По ней можно добраться до подземной обсерватории Нейтрино, уникального российского научного объекта, который работает под управлением Института ядерных исследований ран. Дорога много раз переходит главную реку ущелья Баксан. Очень бурную и коварную реку, которая много раз размывала большие участки дороги и несла большие разрушения. В том числе и в город Тернеаус. Не редкость повстречать на дороге и перегонные стада домашних животных, которые перегоняют на высокогорные пастбища прямо по асфальту. Ведь это единственная дорога от до самого сердца Кавказских гор, вулкана Эльбрус. От этой дороги есть несколько отворотов в прилегающие ущелья, не уступающие своей красотой Баксанскому, но двигаться по ним желательно на специализированном транспорте, в отличие от этой дороги, которая находится практически в идеальном состоянии и постоянно ремонтируется и расширяется на разных участках. Весь путь по этой дороге занимает примерно полтора часа, но это если не делать остановок. Что совершенно невозможно, ведь открывающиеся живописные горные виды просто дух захватывают и будет непростительно не запечатлеть эту красоту. Поездку по этой дороге уже можно считать как самодостаточное путешествие, ну а если остаться в этой местности на несколько дней или даже недель, то уверен, впечатлений и воспоминаний на всю жизнь хватит. Если мы поговорим про погоду этих мест, то получим следующую картину. Климат на территории республики разнообразный. Из-за расположения в гористой местности, в республике вертикальный тип поясности. На равнине и в предгорьях распространен влажный континентальный климат, который в горах сменяется на климат субальпийского пояса. И далее в высокогорьях переходит в альпийский тип климата. Средняя температура января составляет от минус 2 градусов по Цельсию на равнине до минус 12 градусов по Цельсию в горах. Июль по умолчанию жаркий и температура здесь поднимается довольно высоко. Например, на равнинных участках до плюс 25 градусов по Цельсию и плюс 5 градусов по Цельсию уже в горах. Среднегодовое количество осадков составляет от 500 до 2000 мм. Лето на равнине очень теплое, и вторая половина лета прямо-таки жаркое. Июнь в среднем самый влажный месяц, и в этот месяц выпадает больше всего осадков. Первая половина июля в целом идентична второй половине июня, но более сухая. Во второй половине июля наблюдаются более высокие температуры. Самый жаркий период, конец июля, начала августа. Август на равнине нередко самый жаркий месяц года, на равнине в августе обычно выпадает значительно меньше осадков, чем в июле или сентябре. Малое количество осадков летом вынуждает использовать систему каналов для полива обширных сельскохозяйственных угодий. В августе максимальные температуры нередко поднимаются до значений плюс 38 градусов по Цельсию, а то иногда и до плюс 40 градусов по Цельсию. За 21 век самая высокая температура в августе наблюдалась 8 августа 2006 года, в городе прохладном. Максимум на метеостанции города в тот день составил плюс 41 градусов. Быстро движется наш маршрут. И тем временем мы подъезжаем к селу Бедык. Село сразу оговорюсь небольшое. Но рядом с ним находится горный лес Джелесуагачи и лес Калыков. Само же село Бедык было основано в 1922 году переселенцами с высокогорных балкарских аулов на Предгорье для разведения племенного скота. Во время Великой Отечественной войны поселение было захвачено фашистскими войсками во время их прохода через Баксанское ущелье для водружения фашистского флага над Эльбрусом. Село было освобождено в начале 1943 года. Однако через год, в марте 1944 года, балкарцы были депортированы в Среднюю Азию и село в течение 13 лет было в заброшенном состоянии. В 1957 году решением Верховного Совета СССР балкарцы были реабилитированы и им было разрешено вернуться на свои прежние места проживания. До 1995 года селение входило в состав совхоза Эльбрусский. В 1995 году Бедык преобразован в самостоятельное сельское поселение. Сейчас на территории села находится даже небольшая белая новая мечеть. Основу народа, населяющего эту территорию, составляют балкарцы, мусульмане-сунита. Средние высоты на территории села составляют 940 метров над уровнем моря. Абсолютные высоты превышают 2000 метров. Высшей точкой сельского поселения является гора Югюзлиручу 2286 метров, расположенная к юго-западу от села. Здесь начинаются действительно интересные виды гор, которые могут захватывать дух. Но мы едем дальше вдоль горной реки Баксан по вытянутому длинному ущелью с гигантскими нависающими скалами над дорогой. Вообще, к слову скажу, что река Баксан – одна из самых сложных рек Кавказа. Она берет начало из ледников Эльбруса и течет по живописному ущелью, где верхняя часть ущелья – это долина при Эльбрусе, известная многим тысячам туристов и альпинистов. На Баксане несколько непроходимых участков, поэтому сплавляться на камерном надувном плоту здесь точно не следует. Но зато виды просто фантастические. В целом, в низовьях реки воды используются для орошения земель. Например, там используется боксанская оросительная система, хотя река имеет повышенный уровень загрязненности. Также на реке построена боксанская ГЭС ближе к Нальчику в селе Атажукино. К сожалению, не получилось вам показать эту небольшую горную ГЭС, поскольку съемку приходится вести исключительно по левую сторону нашей маршрутки. Ну да ладно. Двигаемся дальше. Вскоре мы должны добраться до сельского поселения Былым. Большую часть территории сельского поселения составляют горные пастбище и сенокосы, а также необъятные капустные поля. Между словом, это довольно красивое зрелище. Здесь средние высоты на территории села составляют 1035 метров над уровнем моря. Абсолютные высоты превышают 2000 метров. И здесь уже начинает вырисовываться так называемый скалистый хребет Кавказа. Это третья передовая гряда северного склона системы Большого Кавказа. Эта гряда представляет собой прерывистые горные массивы, так называемые короткие хребты и плато, тянущиеся параллельно к северу от главного Кавказского хребта. Первые постоянные поселения на территории современного села начали возникать в эпоху позднего средневековья, хотя археологические данные говорят о заселении территории села еще в X веке. До установления советской власти на землях, где сейчас располагается Былым, находились мелкие разбросанные аулы и летние пастбище. В 1920 году их объединили в одно село, названное Былым. До 1935 года Былымский сельсовет входил в состав Балкарского округа Кабардино-Балкарской автономной советской социалистической республики. Затем, в результате его разукрупнение включен в состав новообразованного Эльбрусского района. В 1939 году в окрестностях села открыли угольный рудник Местпром. Во время Великой Отечественной войны поселение было захвачено фашистскими войсками. Селение было освобождено в 1943 году. Но через год, в марте 1944 года, балкарцы были депортированы в Среднюю Азию. Ситуация от села к селу здесь примерно одинаковая. После депортации балкарцев Былым был переименован в село Угольное, и его заселили семьями горняков. В 1949 году село получило статус рабочего поселка. В 1957 году решением Верховного Совета СССР балкарцам было разрешено вернуться на свои прежние места проживания. В 1966 году, после закрытия угольного рудника, начался стремительный отток населения из поселка. Всего в период переписей с 1959 года по 1970 год население поселка сократилось с 3048 до 1959 человек. В 1969 году поселок Угольный вновь переименован в Былым. А в 1995 году поселку был статус села. Вообще, если мы попутно коснемся темы депортации балкарцев с Кавказа на территорию Казахстана и Киргизии, то отметим, что всего было выселено примерно 37 тысяч человек. Инициатором и организатором репрессии был Лаврентий Берия. Есть мнение, что причиной депортации балкарцев в более широком смысле является сталинизм и система, открывшая простор для репрессий и террора в отношении советских людей. Депортация балкарского народа стала возможной еще и потому, что в период репрессий 20-30-х годов было нарушено основное условие объединения Кабарды и Балкарии о паритетном формировании органов власти. А также в борьбе против фашистов усмотрели малый вклад и даже предательство балкарского народа, а в дополнение к этому и неспособность Балкарии защитить Эльбрус. Об этом заявлял глава НКВД Берия. Но все ли это было беспочвенной инициативой? Существует исторический факт, что Берии была подготовлена специальная записка, в которой описывалась деятельность и численность бандформирований на территории нынешней Кабардино-Балкарии. В ней говорилось, что банды активно сотрудничали с немцами и получали от них вооружение и продукты. Их основной целью было противодействие советской власти. Также бандиты нападали на колхозные кожи и воровали скот, отбирали оружие у охранников и продовольствие у колхозников. И вот в частности правдивости этой информации нам стоит уже рассуждать. А лучше, если вы напишите свои мысли насчет депортации в комментариях под видео. А тем временем мы продолжаем ехать по селу Былым. Вдали виднеются горы. Здесь более равнинный участок. Вдали мелькают такие возвышенности, как гора Ранбаши, 1500 метров, гора Кызылыстан, высотой под 2000 метров. Там находится большое количество брошенных угольных шахт. А вот дальше, согласно легенде местных, вскоре у дороги будет скала, засветившаяся в фильме «12 стульев». Скала отца Федора, священника церкви Фрола и Лавра в уездном городе Н. Здесь снимали восхождение «Сворованной колбасой», где роль отца Федора исполнял Михаил Пуговкин. Эта скала будет заснята как раз рядом с табличкой перечеркнутого населенного пункта Белым, она вся украшена разными надписями белой краской с надписями Якутия, Хоразм, Акрам, Донер и прочее. В фильме, правда, было много комбинированных съемок, и задний план был очень богато украшен высоченными горами. По факту скала находится прямо-таки у дороги и не является какой-то очень высокой. Ну а дальше нам открывается непревзойденный вид на луга и зеленые скалы. Едем дальше. Вообще, долина Баксанского ущелья очень опасна. Раз от раза здесь проходят очень мощные сели. Вот, например, на память сейчас приходит аномальный ливень в 2017 году, который стал причиной прорыва озера и катастрофического селя. Высокие температуры и частые дождевые осадки по осени могут спровоцировать осложнение паводковой обстановки, сход селевых потоков и оползней. Так, например, в ночь на 1 сентября по долинам рек Адылсу и Баксан в Приэльбрусе прошел катастрофический селевой поток, смывший несколько участков федеральной автодороги А158, по которой мы сейчас едем. Тогда сель оставил на 5 дней без транспортного сообщения и на 4 дня без газоснабжения 6 сел, где находилось более 8 тысяч жителей и отдыхающих. Так, например, селеопасность озера Башкара, которая находится чуть далее по дороге вверх вблизи села Эльбрус, известно давно. В конце 1950-х годов прорывы данного озера уже приводили к разрушительным селевым потокам по долине реки Адылсу. Наблюдение за ним велось постоянно, публиковались работы о нарастании угрозы. Впервые за последние десятилетия вода из озера Башкара стала вновь переливаться через ограничивающий его вал, так называемую Марену, в 2008 году. На следующий год через вал был сделан прокоп для сброса воды, снижения ее уровня в озере и предотвращения аварийных сбросов. Затем ситуация стабилизировалась и до 2015 года уровень воды в озере высоко не поднимался. В последние три года каждое лето отмечался слив воды. Сотрудники часто осматривают озеро Башкара по несколько раз за летний сезон. В 2015 году отмечалось, что состояние участка котловины, где происходит поверхностный сток из озера, стабильно. Вода стекала по поверхности дна прокопа в моренной перемычке, как и в предыдущие годы. Ничто не предвещало катастрофы. Во время вертолетного облета 22 августа 2015 года была выявлена активизация термокарстовых процессов на леднике Башкара рядом с верхним озером, что говорило о повышении вероятности прорыва. Ситуация требовала наблюдения, но не делала катастрофический сценарий развития событий единственно возможным и неотвратимым. К сожалению, аномальный ливень в ночь с 31 августа на 1 сентября стал причиной внезапного прорыва озера Башкара и не оставил времени на предотвращение бедствия. Такого сильного ливня в этом районе не было более четверти века, а его вероятность по данным многолетних наблюдений менее чем раз в 100 лет. В итоге сель сошел в сторону поселка Эльбрус. По Баксанскому ущелью было полностью разрушено или существенно повреждено более 3,5 километров федеральной автодороги, по которой мы сейчас едем. Наиболее значительные повреждения были на участках между селениями Верхний Баксан и Нейтрино, где на протяжении около 300 метров дорожное полотно совершенно отсутствовало. В трех местах существенно был поврежден магистральный газопровод. Ну раз мы заговорили про сель, то вот вам еще один пример того, что может делать природная стихия с городами. Мы сейчас потихоньку подъезжаем к самому высокогорному городу Российской Федерации, городу с интересным названием Тернеаус. Город находится по обоим берегам реки Баксан, в 90 километрах к юго-западу от города Нальчик и в 40 километрах к северо-востоку от горы Эльбрус. Через Тернеаус вдоль долины реки Баксан проходит автомобильная дорога Баксан-Эльбрус, ведущая к подножию горы Эльбрус. Город расположен в горной части республики, на высоте более 1300 метров над уровнем моря и является одним из наиболее высоко расположенных городов России. Рельеф представляет собой изрезанную хребтами местность с узкими ущельями в долинах рек. Весь город расположен в долине Баксанского ущелья. Высшей точкой городского поселения является Гората Турбаши. Это примерно 2786 метров над уровнем моря. Перепады высот в городе очень значительны и колеблются в пределах от 1300 метров до 2000 метров. Город, помимо этого, пожалуй, известен своей трагедией. В новостях она известна как Тернеаусская трагедия. 18 июля 2000 года в 23 часа ночи из урочища Герхожан на Тернеаус хлынул мощный селевой поток. По данным МЧС России, в результате прохождения 18 и 19 июля селевых потоков произошло затопление жилых домов, разрушен автомобильный мост через реку Баксан. Из-за угрозы повторного схода селевого потока было принято решение временно отселить жителей трех домов. Всего из поврежденных домов было отселено 930 человек. Силами МЧС России был восстановлен пешеходный мост в центральной части города, а также установлен понтонный мост через реку Герхожанцу. Комплекс проведенных мероприятий позволил восстановить систему жизнеобеспечения. В ходе селевых потоков 8 человек погибли, 8 были госпитализированы. Почти 40 человек числились пропавшими без вести. Угроза схода селей существовала в Тернеаузе всегда. Сель – бурный грязекаменный поток, который формируется в бассейнах горных рек и сходят внезапно вниз по их руслам. По этой причине в 1999 году в Тернеаузе была построена самая большая противоселевая дамба в стране на тот момент. Высота ее примерно была с 10-этажный дом, материал изготовления – прочный бетон. По плану она должна была остановить плотную часть селя, пропустив дальше только воду. Но все пошло не по плану. Если подробнее. В ночь на среду на Тернеауз обрушился ливень. К рассвету он прекратился, но уже в половине 11 утра мощный поток грязи и камней двинулся с гор на центр города. Первый удар селя приняли на себя дома на заводской улице. Поток буквально снес два подъезда пятиэтажки, а затем мосты на речке Герхожанцу. Вода в ее притоке Баксан резко поднялась и залила нижние этажи еще четырех домов на заводской улице и параллельной ей улице Отарова. Натиск стихии был столь стремителен, что жильцы даже не успели вынести вещи. В час дня на город сошел еще один селевой поток. На этот раз вода дошла до вторых этажей. Горожане спасались на крышах своих домов, откуда их снимали с помощью вертолетов. Тем временем на город с гор сошло еще несколько грязевых потоков. А как же построенная в 1999 году антиселевая дамба? Спросите вы. Данный сель в 2000 году разрушил ее как мякоть яблока. Получается, что великий проект инженерной мысли не послужил своей цели и был разрушен в течение года после постройки. Так и стоит эта дамба до сих пор в горах Кавказа с огромной дырой посередине. Если же мы просто поговорим про этот город, то Тернеаус находится в мега-живописном месте. Недра территории городского поселения богаты месторождениями вольфрама, молебдена, строительного гипса, различного вида мрамора, высокопрочных гранитогнейсов, облицовочных гранитов, талька, поливошпатного сырья, кровельных сланцев, оплита и прочего. Объем рентабельных запасов Тернеаусского месторождения может обеспечить до 1,3 потребности экономики Российской Федерации вольфрама-молебденовом сырье. По версии Кокова топоним Тернеаус можно перевести с карачаево-балкарского языка как журавлиное ущелье. Название журавлиное ущелье определяется в таком случае тем, что журавли летят низко над рекой, по ущелью, при низкой облачности и туманах. До постройки города местность представляла собой широкую долину с сильными порывами ветра. Долина была сильно завалена галичником, под нищу которого проходила барана. Возможно, именно поэтому название города иногда переводят как «Ущелье ветров», хотя такой перевод не обоснован. Изначально город был основан как село Герхожан в 1934 году при открытии Тернеаусского вольфрама-молебденового месторождения. В 1937 году в верховьях Баксанского ущелья началось строительство первых комбинатов. В том же году село Герхожан переименовано в рабочий поселок Нижний Баксан. Указом Президиума РСФСР от 10 июня 1955 года рабочий поселок Тернеаус Эльбрусского района Кабардинской АССР преобразован в город районного подчинения. С распадом СССР и закрытием Тернеаусского молебденового комбината число жителей стало быстрыми темпами сокращаться, и город потерял в период переписей с 1989 года по 2002 год ровно 35% своего населения. Быстрому сокращению населения города также способствовала череда селевых оползней в 2000 году, о которых я рассказал уже выше. В настоящее время население города продолжает медленно сокращаться. Делаются попытки по восстановлению вольфрама-молебденового комбината для возвращения прежнего значения города и даже существует план по строительству железнодорожной ветки протяженностью 95 километров от станции Солдатская, что должно весьма поспособствовать восстановлению ГОКа. Во всяком случае, в 2017 году была создана организация «Эльбрусский горнорудный комбинат» в виде дочерней компании газкорпорации Ростех. В планах компании к 2023 году возобновить эксплуатацию Тернеаусского месторождения. Проект будет осуществляться в несколько этапов. На первом была получена лицензия на право пользования недрами, оценены запасы и разработана техника экономической обоснования, приобретена собственность Тернеаусского вольфрама-молебденового комбината. На втором этапе в 2021 году начнется строительство зданий и сооружений, обустройство дорог. Посмотрим, как город будет жить в ближайшем будущем. А на октябрь 2021 года уже появилась свежая информация, что вторая жизнь Тернеаусского месторождения, где десятилетиями добывали ценные вольфрам и молебден, официально началась. 8 октября 2021 года на стройплощадку заехала техника. Рабочие приступили к строительству горнорудного комбината. Добычу планируют восстановить в 2023 году. Предприятие даст по меньшей мере 700 рабочих мест, что для Тернеауза очень много. А я напомню, что месторождение открыли в 1934 году. И оно содержит почти 37% разведанных запасов вольфрама-молебденовых руд на территории РФ. В результате реализации данного проекта будет создано крупнейшее промышленное предприятие в Кабардино-Балкарии и одно из крупнейших на Северном Кавказе. А тем временем мы уже выехали за пределы города Тернеаус и дальше поднимаемся по дороге вверх. Далее мы будем подъезжать к урочищу Кылды и селу Эльбрус. Должен отметить, что именно здесь и начинается более узкий участок Баксанского ущелья, который так и называется словом ущелье. Уже вскоре нам покажутся на горизонте горы под 3600 метров над уровнем моря и выше – горы, чьи верхушки будут покрыты снегом круглый год. За Тернаузом местность становится все более суровой. Здесь начинается теснина Эльжурту с отвесными скалами, поднимающимися на высоту от дороги на 800 и 1000 метров. Затем долина Баксана вновь расширяется. Горы, обступившие ее слева, покрыты внизу березовыми рощами, а выше на склонах темнеют сосновые леса. Противоположные склоны безлесны, лишь кое-где растет можжевельник, а на скалах высятся сосны. В 18 километрах от Горнятского города у впадения реки Кыртык в Баксан расположено селение Верхний Баксан. Именно здесь в прошлом веке и в начале нынешнего останавливались горовосходители, готовясь к покорению Эльбруса, и отсюда уходили на его склоны. В Верхнем Баксане, на родине отечественного альпинизма, побывали многие известные деятели науки и культуры России и зарубежных стран. В 1911 году отсюда отправился на штурм Эльбруса-Киеров. 31 июля 1911 года Киеров совершил восхождение на этот стратовулкан. По ущелью реки Кыртыка, уходящему вправо от Верхнего Баксана, через перевал Кыртыка-Уш, это высота около 2700 метров, тропы ведут в верховье реки Малки, в долину Нарзанов и к Кисловодску. Весь этот путь занимает 4 дня. В результате селевого потока, разрушившего часть селения, жители Верхнего Баксана, пострадавшие от стихийного бедствия в 1967 году, переселились на другую сторону реки Баксана, в специально построенные для них дома. Собственно, почти здесь и начинается национальный парк при Эльбрусе. Сегодня это бальнеоклиматическая курортная местность в Кабардино-Балкарии. При Эльбрусе – популярный центр альпинизма, горнолыжного спорта и туризма. Если мы немного углубимся в историю местности хотя бы на 80 лет назад, то увидим, что по горной гряде и правобережью реки Баксан летом и осенью 1942 года проходил баксанский рубеж обороны советских войск. В середине августа 1942 года горячее дыхание войны опалило и верховье Баксанского ущелья, куда из Сванетии через перевал Дангус-Арун вышло несколько эскадронов 63-й кавалерийской дивизии. Это была первая регулярная воинская часть, появившаяся в При Эльбрусе. В те дни, как писал в своей книге «Битва» за Кавказ маршал Советского Союза Гречко, Ставка Верховного Главнокомандования директивно обратила внимание Закавказского фронта на серьезность создавшегося положения и необходимость принятия срочных мер для его исправления. В частности, тогда писалось. Враг, имея специально подготовленные горные части, будет использовать для проникновения в Закавказье каждую дорогу и тропу через Кавказский хребет, действуя как крупными силами, так и отдельными группами. Глубоко ошибаются те командиры, которые думают, что Кавказский хребет сам по себе является непреодолимой преградой для противника. Надо крепко запомнить всем, что непроходимым является тот рубеж, который умело подготовлен для обороны и упорно защищается. Война приближалась к Приэльбрусью и к Баксанскому ущелью. Все чаще над горными хребтами и перевалами кружили рамы, самолеты-разведчики. На севере и востоке гремела орудийная канонада. В середине августа Баксанское ущелье оказалось отрезанным от предгорий. Надо здесь затронуть историю спецоперации «Эдильвейс», которая проходила в июле-августе 1942 года под руководство армии Вермахта. Перед началом операции в Германии были основаны нефтяные фирмы, такие как «Остойл» и «Карпатин Ойл», которые получили эксклюзивный договор на 99-летнюю эксплуатацию нефтяных месторождений на Кавказе. Для воплощения этой цели было доставлено большое количество труп, которые позже были захвачены и использованы в СССР. Была создана специальная экономическая комиссия, возглавленная генерал-лейтенантом Нидинфугром, после чего было запрещено сбрасывать бомбы на нефтедобывающие поля. Для защиты захваченных объектов нефтепромышленности против действий войск Николая Байбакова и Семена Буденного были сформированы специальные полки, состоящие из бойцов СС и казаков. После нейтрализации советской контратаки в Изюм-Барвенковской операции и взлома плана Блау вражеская группа армий В быстро устремились на Кавказ. После того, как Ростов-на-Дону капитулировал 23 июля 1942 года, танковые соединения Эвальда фон Клейста пошли к отрогам Кавказского хребта. Ланс Хуберт, командир дивизии Эдельвейс, решил наступать через ущелье бассейна реки Кубань, пересекая Марухский перевал, реки Тиберду и Учкулан и Клухорский перевал. Войска 4-й немецкой горно-стрелковой дивизии, в состав которой входили тирольцы, наступали в направлении Грузии через Санчара. Для прикрытия флангов дивизии Эдельвейс и захвата прохода ведущего к Эльбрусу был образован специальный отряд, состоявший из 150 человек. Через аул Хурзук и у Лукам отряд Гауптмана Грота занял перевал Хатютау, который вскоре получил новое имя – перевал генерала Конрада. Начальная точка операции на направлении Краснодар-Пятигорск-Майкоп установилась 10 августа 1942 года. 16 августа батальон под командованием фон Гершфельда захватил Кадорское ущелье. 21 августа вымпелы Третьего рейха были установлены на Эльбрусе, самой высокой точке Кавказа. Это означало покорение главного Кавказского хребта. Оборонительный этап завершился. Таким образом, осенью 1942 года немецко-румынские войска заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа. Обстановка в Прельбрусе обострялась с каждым днем. Фашисты теснили наши войска в верховьях Баксанского ущелья. Тогда же поступил приказ о взрыве Малибденового рудника в Нижнем Баксане и об эвакуации мирного населения в Закавказье через Сванетию. Бои в верховьях Баксанского ущелья затянулись и продолжались до начала зимы. Проникшие на склоны Эльбруса еще в августе немецкие егери. Впоследствии делали неоднократные попытки захвата верховьев Баксанского ущелья со стороны Старого Кругозора и Ледовой базы. Но каждый раз отбрасывались на исходные рубежи частями нашей 242-й горно-стрелковой дивизии, оборонявшей Прельбрусе. 2 ноября 1942 года штаб Закавказского фронта отдал приказ о полном отходе наших войск из Баксанского ущелья. И уже со следующего дня начался планомерный вывод в Закавказье частей 392-й стрелковой дивизии, действовавшей в средней части ущелья и сдерживавшей натиск гитлеровцев за Тернеаузом. В Баксанском ущелье захватчики, как и везде, занялись наведением нового порядка на оккупированной территории. Гитлеровцы торопились вывезти в Германию из балкарских колхозов оставшиеся отары овец. Жители гор упорно сопротивлялись этому и скрытно угоняли скот в горы в неприступные места. В состав частей Закавказского фронта, оборонявших перевалы главного Кавказского хребта, вошло немало спортсменов-альпинистов, сменивших привычную штормовку на солдатскую шинель, а ледоруб – на винтовку. Наши альпинисты внесли значительный вклад в оборону Кавказа. Знанием районов, горных перевалов, вершин и троп они оказывали неоценимую помощь командованию. Руководимые ими горно-стрелковые отряды производили глубокие разведки, совершали внезапные налеты на вражеские гарнизоны и после короткого боя внезапно скрывались в горах. На голову противника обрушивались снежные лавины и камнепады, искусственно вызываемые нашими альпинистами. Под мощными, нарастающими ударами Красной армии враг покатился назад. В начале 1943 года оккупантов полностью изгнали из Воронежской и Сталинградской областей, Ставропольского и большей части Краснодарского краев, а также из пределов Кабардино-Балкарии. Противник понес большие потери в людях и технике. Вот только сейчас мы проезжаем Верхний Баксан и уже вскоре будем на подступах к следующему городу – Нейтрино. В Верхнем Баксане, к слову, находится пограничное отделение с аналогичным названием. Вообще, основная функция этого учреждения для обычных туристов – выдача пропуска в пограничную зону КБР. Данный пропуск необходим тем, кто планирует идти в поход или посетить в экскурсионном формате достопримечательности, расположенные слева от Баксанского ущелья. От пограничного пункта идет тропа по Адырсу, и почти по ней можно пройти до границы с современной Грузией. Тропа, правда, обрывается примерно в 5 километрах от пика, по которой проходит российско-грузинская граница. А что касается следующего за Верхним Баксаном населенного пункта, нейтрино, то здесь вырисовывается довольно интересная история. Нейтрино, как мы знаем из физики, это общее название нейтральных фундаментальных частиц. И воспоминания о физике здесь неспроста. Поселок находится в высокогорной части, также в долине Баксанского ущелья. Перепады высот на территории села значительны и составляют около 250 метров. Средняя высота на территории села составляют 1670 метров над уровнем моря. Село основано в 1977 году при начале строительства Баксанской нейтринной обсерватории. За несколько лет под горой Андерчи был пробит тоннель длиной в 4 километра, в котором были установлены детекторы, измеряющие поток нейтрино, идущих от Солнца. Эта обсерватория представляет собой специализированный комплекс подземных лабораторий для экспериментальных исследований по ядерной физике и астрофизике. Если в двух словах, то ученые, работающие в селе, исследуют внутреннее строение и эволюцию Солнца, звезд, ядра галактики. Исследуют другие объекты Вселенной путем регистрации их нейтринного излучения. Ученые ищут новые частицы и сверхредкие процессы, предсказываемые современными теориями элементарных частиц, на недоступном другим методам уровня чувствительности. Также в нейтрины исследуются космические лучи высоких энергий и гамма-астрономия. В начале 1980-х годов в тоннеле были выкопаны две камеры глубокого залегания для экспериментов с атмосферными нейтрино и нейтрино от Солнца. Тогда же установки начали работать. Работоспособность установок и по сегодняшний день не вызывает никаких сожалений. Они работают штатно. В 1998 году за создание научного комплекса коллектив сотрудников института и обсерватории был удостоен государственной премии Российской Федерации, а в 2001 году за достижение в области исследований потока нейтрино от Солнца присуждена международная премия имени Бруно Пантикорва. С декабря 2008 года в Баксанской нейтринной обсерватории работает новая подземная лаборатория. В июле 2019 года начался эксперимент БЕСТ по обнаружению стерильных нейтрино. Если кому-то будет интересно, то посмотрите в архивах YouTube канала Настоящее время, там должен был остаться выпуск от 2018 года, посвященный Баксанской обсерватории. Вообще все это очень интересно. Оказывается, Прельбрусье не только для любителей ходить в горы, горнолыжников, альпинистов, людей, которые едут сюда отдохнуть в тени гор. Прельбрусье очень многолик. Также и ученые работают здесь день и ночь. Ведь казалось бы, где как не в Прельбрусье изучать сверхлегкую и почти не взаимодействующую с веществами элементарную частицу. И именно в окружении этих мощных гор. То, что существует нейтрино, было доказано в 1950-х годах. В 1960-х годах советское правительство постановило построить в Баксанском ущелье специальную обсерваторию. Место было выбрано не случайно. В коктейле из сотен видов прочих элементарных частиц нейтрино просто не видна. Чтобы ее обнаружить, нужен фильтр. Именно таким фильтром стала базальтовая гора, под которой на глубине примерно 2 километра и находится лаборатория. На входе в институт выставлена надежная охрана. Однажды на лабораторию уже пытались напасть. Самый последний этап пути – узкая штольня длиной 4 километра, по которой ездит что-то среднее между шахтерскими вагонетками и детским паровозиком. Тоннели и помещения в горе прорубили отряды метростроевцев из Баку и Минска, отсюда и буква «М» на входе. 20 минут езды почти в полной темноте под толщами базальта, и поезд останавливается перед глухими воротами. Они обеспечивают безопасность лабораторий. Перед входом в лабораторию все обязательно переодеваются и переобуваются, чтобы с грязью и пылью на ботинках и одежде не приносить с поверхности Земли изотопы космического происхождения. Подобные частицы влияют на радиационный фон. Он здесь подавлен в 15-20 раз по сравнению с обычными помещениями за счет специального низкофонового бетона. Бетон здесь примерно толщиной от 70 см до 1 м. Солнечные нейтрино ловят сверхчувствительный галлий германиевый нейтринный телескоп. С его помощью ученые пытаются понять, что за процессы происходят на Солнце, каким образом оно светит и греет. Телескоп – это очень условное название. На самом деле это химический детектор, спрятанный внутри горы. Галлий – легкий металл, который плавится прямо в руках, едва температура превысит 30 градусов Цельсия. Именно он лучше всего взаимодействует с нейтрино. В огромных опечатанных тефлоновых бочках в лаборатории хранится около 50 тонн галлия. При помощи которых, возможно, будут извлечены всего несколько десятков частиц. Через каждый квадратный сантиметр на поверхности, хотя бы через ноготь, каждую секунду проходит порядка 70 миллиардов штук нейтрино, которые зародились на Солнце. Но количество провзаимодействовавших может быть одно за всю человеческую жизнь. С помощью сложных химических реакций 50 тонн жидкого металла сначала превращают в полторы сотни литров экстракта, потом в 2 литра, а потом в стакан прозрачного раствора. Его заливают в специальную стеклянную установку, где раствор проходит многоступенчатую очистку от примесей с помощью вымораживания на различных ловушках с помощью жидкого азота. С помощью прогрева на титановой, на железной, на углеродной стружке получается результат. Только потом раствор попадает в разные ловушки и заходит в высокочистую вакуумную часть установки. На выходе получается всего полукубический сантиметр газообразного германия, который содержит всего 5 или 6 оставшихся после распада атомов со следами нейтрина. Этот материал на долгие месяцы запрут в массивном кубе счетчики, чтобы получить свежую информацию из самого центра Солнца. Самое большое помещение лаборатории – зал большого сцентиляционного телескопа размером с четырехэтажный дом. Он сверху донизу заставлен специальными детекторами частиц. Рядом стоит еще один телескоп, также размером с жилой дом. Он фиксирует более мощные нейтрино, так называемые мионы, которые летят к Земле из далекого космоса. Благодаря этому телескопу почти 30 лет назад был зафиксирован взрыв сверхновой звезды в Магеллановом облаке. А это более чем 160 тысяч световых лет от нас. Баксанская обсерватория давно вызывает интерес у коллег-ученых из других областей науки. Ведь где еще найдешь столь очищенные от радиации помещения или такие глубокие пещеры под горой? Но мы двигаемся дальше. И уже довольно близки к поселку Эльбрус. Прошу не путать его с самой горой Эльбрус. Канадка на Эльбрус будет в самом конце этого видео. Село Эльбрус располагается так же, как и все населенные пункты на пути нашего следования в легендарном Баксанском ущелье. Находится село в 25 километрах к югу от районного центра Тернаус и в 18 километрах к востоку от горы Эльбрус. Граничит с землями населенных пунктов Нейтрина на севере и Тегенекли на юге. Село находится в высокогорной части. Фактически вся территория села расположена в долине ущелья. Рельеф местности представляет собой в основном горные хребты и ущелья. Средние высоты на территории села составляют 1775 метров над уровнем моря. Наивысшей точкой является гора Губасанты – 3659 метров, расположенная к западу от села. К востоку от села тянется популярное у туристов ущелье Адылсу. В окрестностях села имеются нарзанные источники. Климат горный. Снег в долине лежит в период с октября по апрель. Особо опасен дующий весной, с гор в долины – горячий сухой ветер, он называется в этих краях фен. Скорость такого ветра может достигать 30 метров в секунду. В 1930 году несколько аулов, располагавшихся на месте современного села, были объединены в Эльбруский сельский совет, которому затем были административно подчинены и другие населенные пункты, располагавшиеся к югу от него. Во время Великой Отечественной войны поселения было также захвачено фашистскими войсками. Село было освобождено в начале 1943 года. В 1957 году балкарцам было разрешено вернуться на свои прежние места проживания. В том же году восстановленное село было включено в состав городского совета города Тернаус. В 1962 году село получило статус поселка городского типа. Поселок также служит для целей рекреации и отдыха. Как я говорил выше, здесь можно делать трекинговые походы в сторону ущелья Адылсу. Ущелье Адылсу, что находится по левую сторону нашего движения, начинается за одноименным селением. Изрезанный нарзанными источниками ландшафт дал название поселку. В источниках сосредоточено большое количество железа, из-за чего вода оставляет на камнях ржавые следы. С правой стороны ущелья на склонах растут сосновые леса, а у подножия деревьев можно увидеть кусты малиника, брусники, шиповника и крыжовника. Выше по ущелью сосны перемешиваются с кленами, березами, рябинами, черемухой. Ущелье привлекает туристов необыкновенной красотой, но прежде всего оно известно множеством альпинистских маршрутов. Его не случайно называют столицей отечественного альпинизма. Туристический маршрут по ущелью начинается в селении от кафе Сакля. В самом ущелье построено несколько альпинистских баз. Довольно популярен среди туристов маршрут к леднику Шхельда. Он протянулся по левому берегу реки и заканчивается неподалеку от ледника на так называемом Золотом пляже. Более тренированные туристы отправляются дальше, до поляны Улыбка Шхельды. Вообще в этой местности много отелей, которые раскинулись от поселка Эльбрус почти до поляны Чигет. Здесь уже начинают активно селиться туристы на краткосрочное и долгосрочное проживание. Здешние красоты, скрытые полной стеной леса, довольно гармоничны, вдохновенны и незабываемы. Об этом вам расскажет любой человек, побывавший в этих местах. Пожалуй, если вы были здесь или где-то рядом, оставьте свой комментарий под моим видео. Поддержите, так сказать, мой выпуск своей рекомендацией и реакцией. А что еще мне хочется сказать про ущелье Адылсу? Адылсу в переводе с балкарского языка означает «красивая вода». По дну ущелья бежит одноименная горная река. Ее бурный поток прокладывает свой путь через скалы и каменные осыпи. Впервые попав в ущелье Адылсу, туристы поражаются шуму, стоящему здесь. Это грохот бушующего потока, прорывающегося сквозь обвалы и каменные насыпи. Буквально через несколько минут посетители привыкают к шуму, начиная различать и пение птиц. И шелест прекрасного леса. Протяженность ущелья около 11 километров. Дорога по ущелью проходит вдоль реки. С нее открываются завораживающие виды на горы. С правой стороны ущелья поросло сосновым лесом. Величественные деревья источают приятный и очень полезный для дыхательной системы аромат. В лесу встречаются ягодные поляны. Иногда сосновый лес сменяется лиственным. Его особенно любят грибники. В сезон здесь можно найти большое количество белых грибов, рыжиков, маслят и подберезовиков. Тропа сильно петляет. Она то поднимается на открытую местность, то вновь уводит путешественников прямо к реке. Приводит дорожка прямо к леднику Кашкаташ в ущелье Адылсу. Огромная глыба поражает своими размерами. Даже эту природную достопримечательность люди начали использовать для развлечения. Здесь практикуют ледолазание. Причем тренировки проводят как зимой, так и летом. Внушительная высота Кашкаташ в ущелье не позволяет принимать участие в процессе людям без специальной подготовки и навыков. Место очень опасное, потому как в леднике множество изломов и щелей. Подниматься на него можно только с инструктором по заранее продуманному и проверенному маршруту. Ледник наполняет озеро, также расположенное в долине. Называют водоем Башкаринским. Образовался он в результате таяния снега, который откололся от ледника в конце 1930-х годов. Глубина места составляет 33 метра. Наполнено озеро прозрачной голубой водой. Температура ее всегда низкая. Однако это не останавливает туристов, решивших освежиться в жаркие летние месяцы после длительной прогулки по каньону. Ну а мы тем временем уже полностью добрались до нашей финальной точки. Это поселение называется Терскол. И оно очень много кому известно. За этими высоченными горами скрывается сам Эльбрус, высотой почти 5650 метров. А то, что снизу, это лишь его основание, так сказать его обувь. Даже ледники, сходящие большими километровыми языками с этого гигантского вулкана, чей диаметр более 18 километров, не видны за бараньими скалами, которые то и дело сжимают поселок со стороны севера. В Терсколе можно найти как хороший ночлег для восходителя на гору Чигет или Эльбрус, так и качественный дешевый рынок на поляне Чигет. Здесь же находится главный штаб МЧС. И вход в Приэльбрусе, который является с недавнего времени платным. Стоимость символическая на тропах в сторону водопада Терскол. Вообще, это удивительные места. Поскольку на Чигете была открыта в 1963 году первая в Приэльбрусе канатно-кресельная дорога для горнолыжников. Здесь же снимали фильм «Вертикаль» с легендарным Высоцким. Здесь же люди из года в год проверяют себя на прочность, арендуют альпинистское оборудование и идут покорять горы. К слову скажу, что вскоре на моем втором канале выйдет. А если вы смотрите этот выпуск уже через 4 месяца после заливки этого ролика на YouTube, то ролик на втором канале уже вышел, где мы идем соло на Эльбрус. Видео получилось информативным, со всеми интересными моментами, связанными с подготовкой к восхождению, ценами на 2021 год и прочей сопутствующей как технической, так и эмоциональной составляющей. Качественная картинка гарантирована. Еще раз порекомендую вам перейти на мой второй канал, подписаться, там есть выпуски не только из Эльбруса, но и Крыма, Краснодарского края, Поволжье, Карелии, Прибалтики, Швеции, Финляндии и из других стран. Ссылки размещу под этим видео в описании. Переходите и подпишитесь. Выпуски делаю качественными. Ну а в завершении расскажу вам про поляну Азау, к которой мы уже подъезжаем. По сути, это финальная точка дороги А-158. Далее она врезается в тупик, потому что Эльбрус настолько большой, что с него начинаются все реки и ущелья. Включая ущелье Баксан с одноименной горной рекой, вдоль которой мы ехали все это время. Поляна Азау – это горнолыжный курорт. Эльбрус является одной из высочайших вершин мира. В Европе пальму первенства по высоте он делит с Монбланом. Чтобы покорить Эльбрус, на Кавказ приезжают тысячи альпинистов со всего мира. И самый удобный выход на гору именно с юга, со стороны поляны Азау. Кроме того, здесь имеется популярный горнолыжный курорт. Одной из визитных карточек горы является так называемая поляна, с которой идут подъемники вверх на высоту 3750 метров. Поселок представляет собой несколько одной-трехэтажных домиков. Это гостиницы, станции аренды и проката, магазины. Поляна зажата между склонами. Эта точка расположена на высоте 2350 метров. Лучше всего поляна Азау просматривается из кабины подъемника. Исторически осваиватель Брус начали с северной стороны. Именно по тому склону в 1829 году поднялась на вершину первая русская экспедиция, которой руководил генерал Эммануэль, участник войны 1812 года. Сейчас гору относительно легко покоряют любители, а в начале 19 века это событие считалось героическим прорывом. К южному склону, у подножия которого находится Баксанское ущелье, внимание привлек балкарский просветитель и российский офицер Исмаил Урузбиев. Ему принадлежат исследования под названием «У подошвы Эльбруса». Он бывал на приеме у самого императора в Санкт-Петербурге. В результате в 1868 году экспедиция Британского королевского географического общества поднялась на вершину с юга. С тех пор на вершину не зарастает туристская тропа. Уже в начале прошлого века словно грибы начали появляться турбазы, альплагеря, гостиницы и канатные дороги. Зимой сюда приезжали горнолыжники, летом альпинисты и скалолазы. Поток туристов иссяк только в 90-е годы. Потребовалось более 15 лет, чтобы восстановить утраченные позиции. Новую жизнь в курорт вдохнуло появление новой гондольной канатной дороги. Первую очередь открыли в 2007 году, а третью – в 2015 году. Канатка стала самой высокогорной в России. Сейчас на курорте Эльбрус действует три подъемника. Нижняя станция Азау находится на высотной отметке 2350 метров. Следующая стация – Кругозор. Ее высота – 3200 метров. Расстояние в 1740 метров преодолевается всего за 5 минут. Недавно открылась станция Горобаши, ее высота – 3750 метров. И вот уже облака остались внизу. Под ними летают орлы. А выше блестят на солнце ледники Эльбруса. Здесь очень много экотроп. Очень нахожены горные маршруты для трекинговых выходов. Любителям и профессионалам тут есть чем заняться. Развивается сектор конных прогулок. Желающие могут посетить музей, посвященное обороне при Эльбрусе во время войны. Он находится на горной станции Мир. Летом живописные водопады Терскола, Азау и Девичекосы. Красивые и лавовые потоки в ущелье Терскол. Обязательно стоит посетить малые нарзаны. В селе Тегенекли действует музей альпинизма имени Владимира Высоцкого. Ущелье Рикчат известно необычными природными образованиями, которые прозвали песчаными замками. Ну а побывать на легендарной поляне нарзанов и поправить здоровье целебной ржавой водичкой сам Бог велел. Друзья, огромное спасибо, что досмотрели этот выпуск до самого конца. Обязательно смотрите еще больше видео на моем канале. Обязательно переходите по ссылкам под видео. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь. И обязательно рекомендуйте нас своим друзьям. Делитесь моим видео как можно чаще в мессенджерах и личных сообщениях социальных сетей. Огромное спасибо. Ну а мы подошли к концу. На этом заканчивается наша дорога из Нальчика до подножия Поляны Азау. Я думаю, вам будет интересна стоимость такого проезда. На август 2021 года в маршрутном такси за 120 километров пути мы отдали с одного человека около 360 рублей. Как вам такая цена? Пишите в комментариях. А мы увидимся в новых выпусках. Пока-пока.